Правила пожарной безопасности знает каждый, и они неизменны. Не играй со спичками, следи за газом, проводкой и выключай электроприборы. Тем не менее, это не всегда спасает. С начала года на Ямале зафиксировали 133 пожара. Почти половина из них в жилых домах. Погибли 7 человек. Основная причина трагедии – халатное отношение к собственной безопасности. В Новом Уренгое спасатели вышли в профилактический рейд в рамках операции «Жилье». Их задача предупредить горожан о последствиях пожара. Еще раз напомнить о безопасности. В первые месяцы этого года на Ямале в пожаре погибли 7 человек. 8 пострадали. Причина трагедии – небрежное отношение к самым простым правилам пожарной безопасности. Чтобы избежать происшествий, на уренгойские спасатели выходят в профилактический рейд «Жилье». В первую очередь беседуют с жильцами деревянных домов. Сегодня они больше всех подвержены риску. Такие здания горят, как спичные коробки. Быстро и молниеносно. Судя по всему, это бывшее общежитие. В таком строении соблюдать правила пожарной безопасности нужно с особой бдительностью. С этой целью мы сегодня пришли к жителям этого дома. Спасатели на протяжении месяца будут вновь и вновь напоминать горожанам элементарные правила безопасности. Например, о необходимости выключать электроприборы перед уходом из дома. Проверять время от времени проводку, чтобы исключить ее замыкание и тщательнее прятать спички от детей. Помимо разговоров многодетным семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сотрудники МЧС дарят особые приборы. «Простой прибор, называется дымовой пожарный извещатель. Он работает. Вот такой сигнал вы услышите, если, не дай бог, в помещении, в комнате, в коридоре, где будет установлено этот извещатель, произойдет пожар. Как думаете, нужная вещь в доме?» «Мне кажется, в общаге нужно». «Да». «Согласны, да?» «В общем, коридору нужно в каждой комнате». Этот извещатель инспекторы рекомендуют приобрести всем. Цена ему не более 400 рублей, а польза от него довольно весома. В случае пожара истошный звук прибора прервет даже самый крепкий сон. «Некоторые в комнатах бывают, просто забываются, по пьяни кидают сигару. От этого и пожар. Мне кажется, если рейды будут, они больше будут понимать. Тем более, по Уренгой очень много общаг сгорело уже». Бытовой пожар – самая распространенная трагедия. Порядка 40% пожара на Ямале происходит в жилых домах. Только за первые месяцы этого года на Ямале потушили 133 пожара. Из них 52 были в жилых помещениях. Погибли 7 человек, 8 пострадали. «Если холодно с ней не будет, нормально все будет. Ну и, соответственно, за проводкой, я не знаю, в первую очередь за проводкой. Если она устарыша, лучше ее заменить. Целее будешь, как говорится. Тем более, дома не новые, так скажем, и нужно следить за ними». Помимо профилактических рейдов, инспекторы фиксируют нарушения. Места общего пользования, коридоры, подъезды должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Чердачные люки и электрощиты закрыты, электропроводка исправна, а огнетушители должны стоять в специально отведенных местах. «В случае выявления каких-то нарушений, будут приниматься соответствующие меры к баланса содержателя указанного жилого дома. То есть это ТСЖ или управляющая компания. Что касается непосредственно состояния электропроводки в самой жилой квартире, допустим, то тут будет работа больше организована профилактическая, так как все время ответственности ложится на самих правовладателей жилья». В новом Уренгое количество пожаров в сравнении с прошлым выросло на пять случаев. Но есть и плюсы. Жертв в этом году пока удается избежать. И во многом благодаря своевременной профилактической работе. Алена Ядня, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».